Добрый день, дорогие друзья! В данном видео я продолжаю серию ТО и обзоров силовых мультипликаторных катушек, которые предназначены для тяжелого джига, для ловли джерками, для ловли бигбейтами, то есть большой резиной. Но все относительно. То есть, на мой взгляд, и в моих условиях, больше 100 грамм резину с джиголовкой я не кидаю. Соответственно, в моем арсенале имеются две катушечки очень замечательные. Это представители Dive, это Dive Z2020 и Dive Z2020 Black Limited. Одна катушка выматывает, по-моему, 75 см за оборот, а другая 85 см. Но корпуса у них абсолютно одинаковые. Это представители топового сегмента у Dive. Корпуса абсолютно одинаковые. Лежат в руке они достаточно очень удобно, эргономично. По их плюшкам, а они здесь абсолютно одинаковые. Здесь стоят клики на звезде фрикциона. На CVT также стоят клики. И клики на регулировки магнитного тормоза MacForce. Но здесь с завода установлен еще и так называемый пающий фрикцион. То есть, при стравлении лески у вас будет происходить треск. На самом деле, почему он такой тихий, мы будем разбираться в процессе ТО. Но показатель, что это топовая катушка, на борту стоит 12 подшипников. Плюс один, так называемая, обгонная муфта. Вкратце, по их характеристикам. А они на самом деле одинаковые. То есть, передатка у HL это 6,4 к 1, как я говорил, 75 см за оборот. У Black Limited 7,2 к 1, 85 см за оборот. А дальше абсолютно одинаковые характеристики. То есть, нагрузка на фрикцион 6 кг. Масса обоих катушек 265 грамм. И для чего была выпущена катушка практически с теми же самыми характеристиками. Только разница в раскраске. Будем разбираться. Но лично моё мнение, вот именно по предыдущей серии, а это является предыдущая, более старшая версия Z2020, у них были основные нарекания к тому, что вот это покрытие у них постоянно облизало. То есть, сколы, царапины, и всё было видно. Обе катушки я приобретал не новыми. Но вот именно 2020, старший брат, скажем так, у меня уже в пользовании 3 года. И никаких ни сколов, ни царапин на нём нет. То есть, лично моё мнение, да, эта проблема была, но она в большей степени выражалась в том, что отношение людей к своим рабочим инструментам. То есть, когда вы относитесь к своим катушкам АБК, то есть, где-то бросили, где-то она лежит, вы идёте, предположим, на лодке, и катушка бьётся о борт. Естественно, будут вот эти все царапины. А так, вот он, 3 года только в моих руках. Никаких царапин, сколов и нареканий у меня к покрытию нет вообще никаких. Но вот в чём разница? Только лишь в покрытии, в покраске? Либо же есть ещё какая-то разница? Будем сегодня разбираться в этом видео. Разобрал, обслужил полностью ручку. Это вот ручка от Diver Z2020, а это от Z2020, которая Black. Впоследствии я так и буду называть просто 2020, либо Black. Кнопы у них абсолютно одинаковые, абсолютно идентичные. А постановка, что в одном, что в другой ручке, стоит на каждой кнопке по два подшипника. Также выполнена заводская регулировка. Но, я вам сейчас постараюсь показать. Подшипники здесь стоят различные. Надеюсь, будет видно, сфокусируется. Может быть, вот так вот сфокусируется. Видите, здесь стоит бронзовый такой пыльничек. И сам подшипник не похож на коррозионостойкий. В Black же такое ощущение, что здесь подшипники стоят термообработанные CR-BB. Но, как в первой Z, так и в лимитированной подшипники стоят очень высокого класса. И обе ручки имеют размер 90. Что нам как бы костно намекает, что все-таки данные катушки достаточно силовые. После сборки даже не пришлось добавлять. То есть, заводские регулировки выполнены в очень высоком качестве. Взвесим ручки по всему сборе. Но именно из-за того, что на предыдущей версии используются немножко другие подшипники. И количество регулировочных шайб на каждой из этих ручек различны. Я думаю, они также будут и масса разниться в этих ручках. Но не глобально. Итак, в первой версии HL, которая вес ручки 28,1 грамма. А в лимитированной версии вес ручки 28,7 грамма. Но, как на новой катушке, лимитированной, которая Black, так и на старой. Видны следы протирания от крепления данной ручки к катушке. А крепление здесь происходит не как в большинстве катушек и за гаечкой. А именно здесь стоит винт, который вкручивается в основной вал. И, соответственно, наблюдается протирание от этого винта. А так как катушки обслуживаются каждый год, это мои личные катушки. Так и от соприкасания ручки со звездой фрикциона. Да, на этих катушках, да, я бы еще не дошла, чтобы здесь ставить более высокую шайбу. Но катушки достаточно старые, хотя не потерявшие свою актуальность. Основной изюминкой обоих катушек является тормозная система MacForce 3D. Вот этот рычажок, это как раз отвечает за эту тормозную систему. Они здесь абсолютно идентичны. А в чем эта работа заключается, этой системы? То есть, есть три режима. То есть, я вам постараюсь сейчас это показать. То есть, вот этот рычажок, который будет находиться у нас примерно вот так вот. И этот переключатель переключает между максимальным тормозным усилием Allround и Longcast. Максимально долгий дальний заброс. То есть, вот это максимально. Магниты приближены к индуктору. Среднее положение нечего-то уходит от индуктора. И Longcast максимально далеко от индуктора. Сами индукторы здесь подвижные. Как на одной шпуле, так и на другой. То есть, это от лимитированной серии. Это от достаточно старой, предыдущей серии, просто Z2020. Подшипники же здесь стоят абсолютно одинаковые. На самой шпуле стоит подшипник размером 5х11х4. Достаточно мощный, надежный подшипник. А на крышке шпульной стоит подшипник 3х10х4. И здесь они также в лимитированной серии, то есть, сейчас пока я их еще не смазывал, они коррозионно-стойкие. Какие изначально стояли подшипники в предыдущей Z2020, вот конкретно вот в этой, я не могу сказать. Потому что я ее покупал не новой, на барахолке покупал. И предыдущий хозяин здесь установил уже подшипники от HatchHawk студии. Но также силовые. Именно которые рассчитаны грамм до 80, до 90 данные подшипники. Нужно ли это было или нет, сомневаюсь. Потому что подшипники на самом деле, как в лимитированной серии Black Limited, так и в предыдущей, насколько я помню, подшипники стояли очень надежные и мощные. И также, что нам говорит о том, что данные катушки достаточно силовые. Вы посмотрите, насколько мощное посадочное место, куда садится именно подшипник шпульный, заходит в саму катушку, в корпус катушки. Это очень мощное, такое с усилением, с усиленным конусом. И это тоже нам показывает, что данные катушки достаточно силовые. Шпули взаимозаменяемые. У них диаметр 38 мм, а ширина 28 мм. Но при всем при этом, то есть это шпули достаточно лесоемкие. Но вес у обоих шпуль 17,6 грамма. Достигается это тем, что очень утончены, очень тонкие стенки боковые. Соответственно, ребят, с этими шпулями, особенно при ТО, нужно относиться очень и очень аккуратно. Не дай бог, если она упадет, замнется, то обратно в геометрию навряд ли эту восстановите. Поэтому при ТО будьте очень внимательны и аккуратно относитесь к этим шпулям. Шпули силовые, то есть шпули спокойно, соответственно, как и подшипники на них установлены, граммов до 100 выдержат. Но механические повреждения на сам буртик эти шпули не вытерпят. То есть здесь очень тонкий металл, который при падении может элементарно и очень легко загнуться. А так шпули очень даже хорошие. Звезды фрикционные, усилия на фрикционные здесь абсолютно одинаковые. Оба выполнены из металла и имеют массу 8,5 грамма. Вторая абсолютно идентичная. 8,55 грамм. И здесь различий в этих катушках абсолютно нет никакого. То есть трещотка на звезде фрикционной выполнена тем, что на самой звезде выполнены вот такие вот зубчики внутри. А на самой катушке вот это такой подпружиненный ус. Механизмы абсолютно идентичные здесь. То есть здесь также установлены две демпфирующие шайбы. Демпфирует усилие прижатия на фрикцион. И сама трещотка выполнена абсолютно одинаково. Как на Z2020, так же на Z20 Limited. Абсолютно одинаковые механизмы. Разница здесь только лишь в дизайне крышечек осевого тормоза. На одной стоит трещотка регулировки осевого тормоза. И на второй также стоит трещотка регулировки. Но сами крышки, вот вы видите, выполнены немножко в разном дизайне. Но это исключительно дизайнерское решение. И на что другое оно никак не влияет. Обе крышки выполнены в алюминии. Какой-то алюминиевый сплав. Как на лимитированный, так и на просто Z2020. Под крышкой осевого тормоза стоит подшипничек. Подшипник имеет размерность 5х10х4. В которого вставлена пластиковая втулка. В этот подшипник заходит пиньон катушки. Так называемый X-шип. И вот эта пластиковая втулочка, она демпфирует посторонние шумы. И делает более плавный заход пиньона в этот подшипник. Это дайвовское решение, оно достаточно уже давно применяется у данной фирмы. Обгонные муфты абсолютно одинаковые. Они обе очень высокого класса. Очень надежные и мощные. Поверх обгонной муфты стоит подшипник. То есть у нас получается ось катушки опирается на подшипник в корпусе и на подшипник в редукторной крышке. Данный подшипник имеет размерность 8х14х4. Каких-то особых различий, кроме покраски. Здесь в предыдущей версии Z2020 достаточно глянцевая, такая серебристая крышка. В лимитированной же серии она, как бы так, немножко матовая, как бы выглядит. И выполнена в черном цвете. Обе крышки очень выполнены в высоком качестве. Никаких нареканий, каких-то претензий к ним просто быть не может. И в дальнейшем, чтобы не загромождать стол, я буду показывать пример только на одной катушке. Потому что если будут какие-то различия, я про них буду проговаривать. Но различий, насколько я понимаю дальше, будет только лишь в одном. Это в передаточном отношении, то есть в количестве зубцов. В самом подредаточном пространстве выполнено все абсолютно идентично. Никаких различий. То есть это вот Z2020. Механизм разблокировки, сама главная пара. А это Z2020 Black Limited. То есть вы как сами можете видеть, никаких различий здесь в механизме разблокировки нет. И то, что данная катушка является силовой, нам еще намекает вот эта вот собачка, установленная под главной парой, под ведущей шестеренкой. То есть она при чрезмерных нагрузках предотвращает вращение главной пары в обратном направлении. Что также сберегает обгонную муфту от излишних нагрузок. Главная пара выполнена бронзой по бронзе. И вот внутри, как мы уже видели у DAIWA, предположим, вот STIZ, а SHLC на моем, также стоят вот они зубчики, по которым идет трещоточка. Трещотка, молоточек, находится в прижимной шайбе. Но, вот в этом вот отверстии, но сам этот молоточек настолько мал, то есть вот он даже на руке, на пальце, его практически не видно. Диаметр у него порядка 0,9 мм. В длину он составляет всего лишь миллиметра два. То есть будьте очень аккуратны при обслуживании данной катушки. То есть когда вы будете вынимать прижимной диск из главной пары, этот молоточек может абсолютно спокойно улететь, и вы потом будете искать очень и очень долго. Сама ведущая шестеренка имеет диаметр 41 мм, а высоту 5 мм. То есть сам диаметр вроде бы небольшой, но высота, ширина зубцов очень большая. То есть обычно поиспользуют 4, то есть 5 мм мы видели на силовых катушках. Это Daiwa Tatuola 300, Lexa 300. Сам карбоновый пакет представлен, фрикционный пакет. Карбоновые шайбы установлены внутри ведущей шестеренки. И какой-то пластиковый шайбой, установленный под ведущей шестерней. Ведущая шестерня сама имеет массу 24,9 грамма, где-то так будем округлять. А пиньон 2,9 грамма. Но пиньон выполнен очень мощно. И сами зубцы пиньона, также вы можете видеть, достаточно большие. Здесь я представляю вашему вниманию, это главная пара от Black Limited. На катушке предыдущего Z2020 поколения стоит абсолютно такая же главная пара. И разницы здесь абсолютно никаких нет. Но здесь есть один маленький нюанс, который очень приятно удивит. Так же как на Daiwa Stis и TVHLC, здесь по максимуму постарались защитить вот эту карбоновую шайбу от попадания в нее влаги. То есть, сама ведущая шестерня садится на вот эти резиновые уплотнения, находящиеся на валу. И в прижимной шайбе также установлено резиновое кольцо, которое предотвращает попадание влаги на карбоновую шайбу в ведущей шестерне. Сам вал ведущий весит 5,8 грамма с резиновыми уплотнениями. Здесь его никак не облегчали, не старались облегчить, потому что он и так выполнен, достаточно легкосплавленного металла. Звезда привода бесконечника здесь посажена намертво, то есть у меня нет как в Шимана предохранителя на скручивание. И установлен здесь также подшипничек, подшипник, который стоит на главном валу и опирается в корпус самой катушки. Размерности данного подшипника 5х9х3, он даже здесь стоит также коррозионно стойкий. Бесконечники также здесь одинаковые, вес бесконечного винта составляет всего лишь полтора грамма, то есть он также здесь выполнен из какого-то легкосплавного металла, по которому бегает металлический ножичек. Сам бесконечник опирается на два подшипника, подшипники здесь также очень высочайшего класса, также коррозионно стойкий. Размер подшипников 4х7х2,5. Но что здесь достойно внимания отдельного, это сам глазок лесоукладывателя. То есть, так вот если смотреть со стороны входа лески на саму катушку, он выполнен вроде бы как овальной формы, но с другой стороны он выполнен как бы с одной стороны воронкообразной формы. Но, если мы посмотрим сбоку, здесь еще дополнительно сделаны вот такие вырезы для уменьшения угла входа шнура, либо лески в сам глазок лесоукладывателя со стороны шпули. Очень интересное решение, и на мой взгляд, вот это решение более, скажем так, интересно по сравнению с ТВС. То есть, ТВС глазки, вот они протирались, обслуживание их достаточно тяжелее. Но вот это решение мне очень нравится. Итак, добрались мы до подшипника, который находится в раме самой катушки. Размер у него 8х14х4. Это подшипник, в который упирается пиньон. Здесь также стоит вот такая же пластиковая втулка, в которую как раз и заходит пиньон. Для уменьшения посторонних шумов и более мягкого захода пиньона. Механизм разблокировки простой, но очень мощный. Я вам тоже сделан с запасом. Посмотрите, посадочное место под подшипник тоже. Борта очень мощные. Это все нам показывает о том, что данная катушка все-таки достаточно силовая. Итак, мы завершили обслуживание катушки. Как вы сами видели, начинка у них абсолютно одинаковая. Единственное, в чем разница была, это подшипники в кнопках. Да, на лимитированной серии они стоят чуть более дорогие. Но глобально какой-то большой разницы. Я в этом не вижу. Катушки, как вы сами видели, достаточно силовые. На мой взгляд, вот данные катушки будут шикарно работать на бланках до 42 грамм. То есть 10-42. Меньше чем 8 грамм я бы, наверное, не опускался для комфортной рыбалки данными катушками. Затем, здесь стоит тормозная система MacForce 3D. Такая же система встречается у Dive на катушках Т-3. То есть именно на тех катушках данная система торможения была обкатана. А в чем она заключается? То есть внизу стоит вот этот флажочек, который вы сами видели в процессе ТО. Я его вот так вот перемещал, двигал. И он либо подвигает магниты к индуктору, либо это двигает. Очень интересное, грамотное решение. На самом деле, в зависимости от погоды, вы можете поиграться с дальнейшей заброса, именно с этим переключением. Но по своему опыту, у меня стоит в среднем положении эта система торможения. И мне этого хватает. Крайне редко я переключаю на лонгкаст, на более дальний заброс. Конкретно данный экземпляр у меня стоит на джиговом бланке, конкретно на ксесте 10-42. Но вы сами, если смотрите мой канал, знаете, что ксеста там держит перегруз до 60 грамм. И то есть фактически эта катушка у меня работает до 60 грамм. А вот старший брат Z2020 у меня стоит, будет стоять. Как раз на бланке, который будет предназначен для ловли бигбейтами. Наши, еще раз повторюсь, основные рабочие веса идут от 40 и до 80 грамм. Это то, чем я ловлю. И вот данная катушка 2 года использовалась именно на таких весах. Нареканий к ним абсолютно никаких нет. Насколько я знаю, она мне в руки, такая катушка, не попадалась. Но уже есть и тюнингованная версия Z2020. Это, по-моему, с Депсом вместе выпущено. Но корпус абсолютно такой же, только он выполнен в более ярко-красном цвете. Здесь надпись Депс. И вот по характеристикам, на мой взгляд, там единственная разница будет, то есть, то, что там будет стоять еще более высокая передатка. Там, по-моему, 95 или 100, то есть метром выматывает та катушка. Но по функционалу, я так предполагаю, по начинке она будет абсолютно та же самая. Может быть, там чуть-чуть другие будут шпульные подшипники. Но не более того. Катушки, вот данные, это топовый сегмент у Дайбы. И они очень дорогие. Зачастую, я от многих людей слышал, что их сравнивают с Антарасом. Я бы, скорее всего, сравнивал и не с Антарасом, а с Калькуттой 200. Потому что обе катушки сделаны по дайвовской идеологии Риалфо. То есть, это, по-моему, реальный движок, реальная мощность, реальная надежность. И эта катушка именно такое впечатление о себе и оставляет. Когда берешь ее в руки, ты ощущаешь, как будто ты взял цельный кусок металла в руку. То есть, тут нету каких-то слабых мест, на мой взгляд. А вот сравнивать с Антарасом, на мой взгляд, немножко будет некорректно. Потому что лично я бы Антарас, то есть, они у меня были на ТО, я бы Антарас до 100 грамм бы не грузил. То есть, ну, 60 бы грамм, да, Антарас, скорее всего, выдержит. Но эта катушечка ближе, скорее всего, все-таки к Калькутти Конквест. И даже сами дайвы ее позиционируют. Это как бы уменьшенная Риога. То есть, Риога в форм-факторе мыльницы, в компактной форме, в компактном корпусе. Так что, ребят, на самом деле, я эти катушки могу рекомендовать. Сам ими пользуюсь. Реально надежные, мощные инструменты. Но вот нужно ли вам это, решать только лишь вам. Ну, а за этим я как бы завершаю данный обзор. Надеюсь, он вам был полезен. Если был полезен, обязательно подписываемся на канал. И, естественно, лайк, там дизлайк, комментарий. И обязательно не забудьте прожать еще колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А в следующем видео, если это конкретно будет по обзорам, мы будем устанавливать поющий фрикцион, но приобретенный на Алиэкспрессе. Так что не забываем про колокольчик, подписка, лайк, дизлайк. Ну, а за всем, ребята, я прощаюсь с вами. Всем пока. Увидимся.